МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2-е 11-е сентября. Недавнее нападение хакеров на США Вашингтон поставил в один ряд с атаками на башни Близнецы и Пентагон. Что ответила Москва? Частная инициатива, разозлившая СБУ. Зачем Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе? Грузинская партия, основанная Михаилом Саакашвили, на грани распада. Располняется мечта лидера правящей грузинской мечты, олигарха Бердина Иванишвили. Наша партия стремительно движется к распаду. И это, к сожалению, заслуга Михаила Саакашвили. Кто раскалывает грузинское национальное движение и что говорят в Украине? Политический детектив в Венесуэле. В Украине 20-ти градусные морозы и аномальные снегопады. Только ли погода виновата в транспортном коллапсе? События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Недавнее нападение хакеров на США Вашингтон поставил в один ряд с терактами 11 сентября. Кибератаки, в которых Америка обвиняет Россию, конгрессмена Демократической партии предложили расследовать так же, как в свое время расследовались атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон. Для этого в США должна появиться специальная независимая комиссия. Поддержат ли инициативу демократов республиканцы, пока неизвестно. Кремль при этом все обвинения отвергает. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в предложении американских конгрессменов назвал, цитата, «попыткой исключить какой-либо диалог и нанести урон по двусторонним отношениям». Можно выразить глубочайшее сожаление, что именно на второй срок президентства Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентно затянувшейся деградации наших отношений. Мы убеждены, что это не соответствует интересам ни нашим, ни США. Сегодня же Минфин США объявил о расширении так называемого списка Магнитского. В него попали пять новых фамилий. Среди них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователь Станислав Гордеевский, руководивший делом против Магнитского, и Геннадий Пласкин, экс-глава Универсального банка сбережений, который, по данным Магнитского, причастен к выводу из российского бюджета 5 миллиардов долларов. Кроме того, в списке теперь депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун. Оба, согласно докладу британских властей, могут быть замешаны в убийстве бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. В 2006 году в Лондоне его отравили радиоактивным полонием. Так называемый закон Магнитского был принят в 2012 году после смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Он заявлял о многомиллиардных хищениях из бюджета России с участием госструктур и сотрудников МВД. После чего против него самого завели дело об уклонении от уплаты налогов. Изначально в список Магнитского входили те, кого власти США считают причастными к гибели юриста. В декабре Конгресс решил распространить санкции не только на россиян, но и на граждан других стран, которые причастны к нарушениям прав человека. Фигурантам списка Магнитского запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, а их активы в американских финансовых институтах замораживаются. Включение в список еще пяти россиян Кремль назвал, цитата, дополнительными шагами по рукотворной деградации отношений. Народный депутат Украины и бывшая летчица Надежда Савченко опубликовала списки военно-пленных и пропавших без вести на Донбассе. У себя в фейсбуке она написала, почему, по ее мнению, нужно обнародовать эти фамилии. Для того, чтобы можно было их найти, мой процесс освобождения был публичным, моя сестра не боялась, цитата, «шпынять президента и власть, чтобы они делали что-то». Савченко пишет про три этапа обмена всех на всех. Первый – обмен пленными по спискам обеих сторон. Второй – обмен теми, кого найдут в тюремах и подвалах. И третий этап – тех, уверена Савченко, кого найти не удастся, должны признать мертвыми или без вести пропавшими. Также Савченко написала про 44 украинских политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах и в аннексированном Крыму. О планах обнародовать списки пленных и пропавших без вести на Донбассе Савченко заявляла 7 января. Она утверждала, что получила данные на встрече с главарями боевиков так называемых ДНР и ЛНР в Минске, а также собирала информацию сама. Как СБУ отнеслось к инициативе Савченко? Не нарушила ли депутат закон и не дискредитировала ли своими списками деятельность тех, чья работа на уровне государства – освобождать пленных? Вот что нам ответили в СБУ. Конечно, она с нами не согласовывала. Публикование списков заложников. Полномочий ей никто не давал. Есть законы Украины, которые ограничивают возможности человека публикования или передачи данных наших воинов, защитников. Есть люди, которые могут использовать эти списки для того, чтобы совершить преступление. Против самих ребят наших заложников и также против их родных. Ну и кроме этого, я уже говорил о том, что есть родные, близкие. И однозначно тут может быть удар нанесенный по ним, а именно это дискредитация работы тех, кто занимается освобождением заложников. Это конкретно выходы на этих родных с целью получения незаконной выгоды, прикрываясь тем, что кто-то может ускорить процесс освобождения родных. Партия, основанная Михаилом Саакашвили, продержавшаяся у власти в Грузии 9 лет, на грани распада. Это сегодня подтвердили сами члены единого национального движения. Раскол в партии начал назревать накануне парламентских выборов, прошедших в Грузии в октябре прошлого года. Тогда часть партийных функционеров захотела отмежеваться от фигуры Саакашвили, что, в свою очередь, не понравилось сторонникам экс-президента. Своего апогея конфликт достиг вот как раз в эти дни, когда из тюрьмы был освобожден бывший соратник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Как предполагается, именно он и примерит на себя роль нового лидера. Из Тбилиси мой коллега Звиат Мчелишвили. Пока еще одна партийцы, но уже далеко не единомышленники. Вчерашние соратники сегодня публично выясняют отношения. До кулаков, правда, пока не доходит, но нервы на пределе. Исполняется мечта лидера правящей грузинской мечты, олигарха Бельзина Иванишвили. Наша партия стремительно движется к распаду. И это, к сожалению, заслуга Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили уже, как несколько месяцев, главная причина для внутрипартийного раздора. Вслед за тем, как нынешние власти в конце 2015 года лишили его гражданства Грузии, экс-президент автоматически лишился поста председателя в своей партии. При этом он продолжал оставаться ее негласным лидером. До тех пор, пока большинство членов полицовета не решили избрать нового председателя и тем самым отстраниться от опального и своенравного экс-президента. Этому воспротивились националы-сторонники Саакашвили. Пользуясь численным превосходством, они недавно объявили о намерении провести масштабный партийный съезд. Этакую демонстрацию силы. Представители крыла анти-Саакашвили обвинили соратников в деструктивных действиях. Национальное движение расколото. Это группа людей, которые намерены провести свой съезд. По сути, тем самым объявила о распаде партии. Конфликт с новой силой разгорелся на днях, когда неожиданно из тюрьмы был освобожден экс-мерт Белиси Геги Угулава, бывшему ближайшему соратнику Саакашвили, который обвинялся в растрате госсредств, смягчили обвинение и, что называется, скостили срок. Угулава тоже сторонник идеи избрания нового председателя, хотя обещает примирить стороны. Но пока на деле выходит иначе. Его единомышленники теперь пытаются сместить со своей должности еще и лидера парламентской фракции нацдвижение Никанора Мелия, который, как несложно догадаться, поддерживает сторону Саакашвили. Геги Угулава не тот человек, который возьмет на себя роль примирителя. Он представляет сторону конфликта. Между тем, грузинский политолог Гелавасадзе уверен, бывший градоначальник примеряет на себя мантию партийного лидера. Освобождение Угулава и отстранение Саакашвили от руководства Единым национальным движением, от процесса принятия решения в Едином национальном движении, однозначно выгодно власти. Если бы это не было выгодно власти, Угулава бы никогда не освободили. Я думаю, что это будет партия таких левых либералов с претензией на интеллектуализм. Политолог не исключает, что уже вскоре Единое национальное движение распадется вполне официально. И вот тогда начнется новый этап борьбы. За имя, ставший уже брендом, и за пересмотр партийных списков и места в парламенте. Звиат Мчудлишвили давит Симонишвили специально для настоящего времени Грузии от Белиси. Что думают в украинском окружении Михаила Саакашвили по поводу последних событий в его партии? Сам Саакашвили для комментариев пока недоступен. Я думаю, что это процесс, обыкновенный процесс, который происходит во всех партиях классических. В Европе, когда Миша был президентом Грузии, он создавал эту партию, и он никогда не принимал единоличные решения в этой партии. Партия всегда была демократичной. Там всегда были и споры, и разногласия. И это было и тогда нормально, и в будущем будет нормально. Я в этом ничего плохого не вижу. Кому-то не понравится новый полицовет, и, может быть, уйдет с партии, придут новые члены, кто-то останется. Так что это абсолютно нормальный процесс. Я ничего такого трагичного не вижу. Это «Настоящее время». Смотрите далее. Политический детектив в Венесуэле. Очередной раунд противостояния президента Мадуро с парламентом. В Украине 20-ти градусные морозы и аномальные снегопады. Только ли погода виновата в транспортном коллапсе? Настоящая политическая война в Венесуэле. Очередной раунд противостояния президента Николаса Мадуро с парламентом закончился попыткой импичмента главы государства. Тем не менее, Верховный суд страны блокировал резолюцию об отстранении Мадуро от должности. Оппозиционные партии, составляющие парламентское большинство, неоднократно пытались сместить президента. Однако Мадуро и его сторонникам, контролирующим правительство и судебную власть, всякий раз удавалось эти угрозы нейтрализовать. Николас Мадуро бросил свой пост и предал Конституцию. Поэтому Национальная ассамблея обязана объявить его оставившим свой пост. Николас Мадуро, не будь трусом. Позволь народу Венесуэлы решить, поддерживает ли он позицию Национальная ассамблея или нет. В 2015 году оппозиция выиграла выборы и почти сразу объявила сбор подписей для референдума об отставке Мадуро. Затем парламентарии пытались инициировать судебный процесс против президента. Обе попытки успехом не увенчались. Срок полномочий нынешнего лидера Венесуэлы истекает в 2019 году. И многие политологи им полагают, такая велотекущая конфронтация законодательной и исполнительной власти может продолжаться вплоть до очередных выборов. Тем временем экономика Венесуэлы переживает глубочайший кризис. Не хватает товаров первой необходимости, продуктов питания и элементарных медикаментов. В стране регулярное отключение воды и электричества. Сам Мадуро и его сторонники во всех бедах линят внешних и внутренних врагов. В первую очередь США. Что происходит сегодня в одной из самых бедных, а на самом деле богатых ресурсами стране, где, кстати говоря, можно собирать по три урожая в год? Об этом мы и поговорили с обозревателем Радио Свободы, специалистом по Южной Америке Александром Гостевым. Ситуация в Венесуэле находится на грани взрыва уже долгие годы. Она ухудшается непрерывно. Я, конечно, не гадал, но в какой-то момент неизбежно народный такой голодный гнев, он захлестнет улицы совершенно, очень сильные. Причем улицы всех венесуэльских городов. С другой стороны, до тех пор, пока Николас Мадуро пользуется поддержкой армии, силовых структур, спецслужб и в значительной степени самых бедных городских районов, в первую очередь столицы Каракаса, так называемых бедняцких комитетов, каких-то районных отделений, правящие социалистической партией Венесуэлы, он может сидеть у власти очень долго. Что касается волны протестной людей неполитизированных, просто страшно недовольных ситуаций, она действительно, повторю, этот накал страстей, он очень силен. В Венесуэле уже, на мой взгляд, отсутствует крупное предпринимательство, совершенно, практически, ну совсем дышит наладан, так называемый средний класс. Идет массовая миграция из страны, а вот совсем, как бы, не маргинализированные слои населения, не те, кто входит в вот эти самые бедняцкие комитеты, о которых я упоминал, они дошли до последней черты. Очереди стоят за туалетной бумагой, за мылом, за какими-то средствами гигиены. Это говорит о том, как нужно было стараться в течение многих лет, чтобы вот эту тропическую, богатую страну довести до состояния, когда даже внешняя экономическая помощь уже ситуацию исправить не способна. Лично у меня довольно много венесуэльских знакомых, которые мне регулярно как-то сообщают о положении дел, о ситуации. И сейчас, надо сказать, что их настроение в массе свои очень пессимистические. Я бы сказал, что надежды их покинули до сих пор в силу того, что в Венесуэле тоже не первое десятилетие. То есть, в первую очередь, среди людей малообразованных, голодных и не очень хорошо понимающихся какие-то реалии, может быть, современного мира, работала огромная пропагандистская машина, на которую тратилась немалая часть средств из государственного бюджета, которые формируются на 95% от продажи венесуэльской нефти за границу, которая еще, слава богу, куда-то продается. За эти 15 лет они поверили в то, что против их страны ведется некая внешняя война, которая мешает им, говоря простым языком, зажить счастливо. Пока простые венесуэльцы, какая-то их часть, будут верить в то, что идеи наши правильные, а мешают нам враги, ситуация в Венесуэле может еще долго не поменяться. Циклон принес в Украину 20-ти градусные морозы и аномальные снегопады. Сейчас по меньшей мере 4 населенных пункта в Одесской и Львовской областях без электроснабжения. Более десятка деревень полностью отрезаны от внешнего мира из-за заносов на дорогах. Сильные морозы унесли жизни по меньшей мере 11 человек. На одной из главных транспортных артерий страны, трассе Киев-ЧОП, соединяющей столицу Украины со странами Центральной Европы, из-за снегопада столкнулись сразу 14 автомобилей. В причинах транспортного коллапса разбирались наши украинские корреспонденты. Ты посмотри, что творится. А я думаю, чего это он тормозит? Всего за несколько часов снегопада украинские дороги исчезли. Снежные заносы и гололед значительно затруднили транспортное сообщение. Автомобили, особенно большегрузы, не справляясь с подъемами и спусками, создавали многокилометровые пробки. Это жесть! Ё-моё! Кто-то не смог спуститься с горки. Развернуло, наверное. Дорожные службы пустили в ход все, в том числе и тяжелую технику. На центральных транспортных магистралях хоть какой-то проезд обеспечить удалось. На местных дорогах ситуация куда сложнее. Устарившая техника попросту не выдерживает экстремальных нагрузок. А сколько лет этой машине? Это лет 40. Часто ломается? Нет, от первого раза. Вы купили с воинской части, с консервацией недавно. А что в нем там замкнуло, ну фига вы знаете. Ремонтировать уже давно отработавшую свой ресурс технику приходилось круглые сутки. Техника? Техника. Вопрос для нас болезненный. Пока работает, значит выдерживает. Но для этого надо приложить усилия. Ведь техника у нас очень старая. Вот тут у нас самая младшая, 13-15 лет. Мы ее называем недоросль, так как 18-ти еще нет. А в основном по 30 и больше лет. Выдерживает, но недостаточно для того, чтобы обслужить целый район. К моменту подготовки материала к эфиру, закрытыми для движения у транспорта в Украине, остаются две автодороги в Одесской области и одна в Кировоградской. Циклон ушел южнее. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Дмитрий Лендиюк. Украина. Настоящее время. И теперь в Россию жители Челябинска жалуются. В новогодние праздники скорая помощь на вызовы приезжала порой только через три часа после звонка диспетчеру. А дежурных медиков в больницах катастрофически не хватало. Сами фельдшеры при этом оправдываются, мол, работали так хорошо, как только позволяла система. А вот начальство экономило на их труде. Подробнее Екатерина Пономарева. Вот уже в течение получаса мы дожидаемся скорую помощь. Мужчина лежит на остановке. Скорее всего мы предполагаем, что у него случился инсульт. Но пока мы дожидаемся приезда скорой помощи, он может получить еще и обморожение. Челябинск. Новогодние праздники. Скорая к этому мужчине приехала спустя полчаса после вызова, говорят очевидцы. Его дальнейшая судьба им неизвестна. Наталья с сыном Данилом в эти каникулы врача ждали полтора часа. В праздники никому не хочется вызывать каких-то дополнительных врачей. Их вообще нет. Там был один доктор на всю больницу. Это не на одно отделение, на всю больницу. Она бедная там бегала, либо это он. Конечно, ей было даже некогда просто вникнуть и понять, что происходит действительно на самом деле. Данил заболел под Новый год. Прописали антибиотики. От них у мальчика опухла рука. Вызвали скорую. С диагнозом отек к Винке его привезли в больницу. Дежурные врачи все время менялись. Меняли и лечение, говорит Наталья. А сыну становилось хуже. Их просили дождаться 9 января. Первый рабочий день после каникул, когда выйдут узкие специалисты. Но Наталья решила взять лечение сына на себя. И уже без скорой отправилась искать нужного специалиста. Запустили нам, как выяснилось, гнойный процесс. Нас смотрит гнойный хирург и говорит, что у вас там полно гноя. Если бы вы еще до 9 числа пролежали и пролечились от аллергии, то могли бы вообще лишиться руки. На городской станции скорой от комментариев отказались. Врачи говорят, работают на износ. Тем более в Новый год вызовов всегда больше. А бригад больше не становится. Поликлиника тоже напрягается. И чего не успевают за день, передают нам. Люди ждут по 3-4 часа вызова. Ну, точнее, не вызова, а скорую ждут. Комментировать решение начальства по поводу финансирования их службы они боятся. Фельдшер одного из районных подразделений Челябинской скорой согласилась рассказать нам, как работает их служба только на условиях анонимности. В бригадах часто не хватает людей. Допустим, кто-то ушел на больничный, а руководство не разрешает дергать тех, кто в это время находится на выходном. Потому что людям надо эту смену оплачивать. Поэтому такой приказ сверху, что вот кто есть, тот и работает. Поэтому людей не хватает. Но это не значит, что мы не работаем. В городском управлении здравоохранения наши просьбы о комментарии оставили без ответа. Одному из местных порталов уже в областном ведомстве ответили, что 98% вызовов скорая региона обслуживают в рамках нормативов. Хотя бригад действительно не хватает. Мама Данила тем временем собирается писать жалобу, но не знает на кого. То ли на медиков, то ли на длинные новогодние каникулы, то ли на всю систему в целом. Екатерина Пономарева. До настоящего времени. Одним из главных событий 2016 года в мире культуры в странах Балтии стали гастроли Михаила Барышникова. Мэтр танцевал и совмещал, казалось бы, несовместимое. Пронзительно исполнял стихи Иосифа Бродского. Театральные постановки и другие арт-события прошлого года, которые в Литве, Латвии и Эстонии будут помнить еще долго, в материале Ольги Шакиной. Перемещаемся в Ригу, которая полтора года назад была потрясена спектаклем Бродский и Барышников в Новом Рижском театре. Новый гастрольный спектакль Барышникова в 2016 году уже в Латвийской национальной опере. Идет всего три дня летом, и за билетами даже в очередь никто встать не успел. Их как будто бы и не было. Спектакль «Письмо человеку» основан на дневниках величайшего танцора 20 века Вацлава Нижинского. Его и играет Михаил Барышников. Весь август постановка путешествовала по Европе. Покажут ли ее в Риге снова, неизвестно. Но этого очень бы хотелось и жителям стран Балтии, и россиянам. Для них это самый легкий шанс увидеть великого Барышникова на сцене. В Россию он принципиально не ездит с тех пор, как оттуда бежал. Дополнительный стимул для того, чтобы чаще ездил в Латвию, попытался подкинуть большому артисту латвийский Сейм. Под Новый год в качестве почетного подарка они одобрили присвоение Барышникову почетного латвийского гражданства. Ну и, наконец, миновав Тарту и Ригу, к вечеру мы добрались до Вильнюса, где в мае 2016 года появилась вот эта уже успевшая стать легендарным граффити. Трамп, целующий Путина. Ну, то есть сначала Трамп целовал Путина, и это была реплика на знаменитую картину Дмитрия Врубеля, где Брежнев целует Эриха Хонекера на обломке Берлинской стены. Но в какой-то момент летом сюда подобрались представители разгневного электората, непонятно чего, то ли путинского, то ли трамповского, дело-то происходит в Литве, но неважно, и замазали то место, где у лидеров мировых держав соединялись рты. Но авторы граффити не сдавались и восстановили его в августе того же года прошедшего, и теперь Трамп вдувает Путину в рот дым, причем не табачный. Если присмотреться, вот когда подходишь поближе, еще видно, что оба лидера одеты в очень характерные спортивные курточки, которые, ну, принято так думать, носят представители социальной прослойки, называемой гопниками. Рисунок украшает стену закусочной у самого железнодорожного вокзала Вильнюса. Окрестности его, некогда страшноватые и заброшенные, становятся все более популярными. Сегодня в странах Балтии нет места более похожего на Берлин. Бары, кафе, барбершопы, прогрессивная и ироничная молодежь. И появление такого района, наверное, тоже можно назвать одним из главных культурных событий в Балтии в 2016 году. На этом все. Таким был этот вторник, 10 января. Смотрите нас в социальных сетях в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин